девчонки вот включила камеру ничего включила для того чтобы наверное поговорить по душам знаете так прямо на душе аж кошки скребут вот честно вот знаете бывают на душе такие даже не на душе а ситуации в жизни такие вот стрессовые до который ты пытаешься изменить но не получается изменить это разные до сферы жизни это бывает у раз ну как у каждого человека это свои какие-то вот ситуации такие происходящие когда ты начинаешь заедать свои проблемы свои мысли свое вот это вот поганой душевное состояние из которого ты пытаешься выбраться и не получается и начинаешь заедать не понять тому человеку который не был на самом дне я была на самом дне я была в большом весе девчонки мне писали неужели нельзя включить голову и уже действовать не делать так тех или иных вещей тот кто не был на самом дне тот не поймет как это тяжело выбраться и как будто ты в замкнутом круге находишься вот ты бежишь бежишь по замкнутому кругу пытаешься решить решить проблему может быть там семейной жизни с любимым человеком там не знаю по работе те какие-то такие вещи которые тебя угнетают и бьешься бьешься как об стенку горох и не получается быть понятым услышанным и так далее но здесь очень много факторов розыше сказать стрессовая ситуация когда ты в стрессовой ситуации начинаешь заедать и это так погано это так погано вот это вот чувство в котором ты находишься и я пытаюсь бороться пытаясь бороться я пытаюсь выйти из этого состояния но знаете вот какую-нибудь волшебную такую не знаю пилюлю волшебную палочку волшебный пендель ну наверно лучше волшебная палочка нежели пендель чтобы взять силы в себе моральные душевные и идти дальше идти дальше к своей цели к своему желанному весу к своему желанному здоровью и вообще в облику внешнему облику который раз ты принимаешь решение да что вот все с понедельника я там сажусь на диету я сажусь там я это не буду я это не буду и какое-то знать апатичное состояние начинается когда когда что-то происходит и как будто бы ты не видишь выхода из этой ситуации но на самом деле это не так выход есть из любой ситуации из любой ситуации есть выход и не может выйти в дверь и выходи в окно ищи какую-то лазейку ну вот что и я пытаюсь да и вот очередная какая-то стрессовая ситуация произошла я понимаю себя на мысли что да я перестала есть складости там да и так далее мучное какие-то вот такие вот плюшки там вредности я их заменила более полезными но все-таки плюшками и там полезным шоколадом да более то есть продуктов то не нужно бояться нужно бояться отношения к ним и я себя поймала на мысли что вот очередная какая-то стрессовая ситуация произошла я еду магазин как алкоголик пищевой и покупаю себе шоколадку на стевии вот сейчас привезла домой и прямо жажду и растерзать вот эту мысль я сейчас ловила в голове и знаете как-то жутко стало потому что обратно то не хочется совсем не хочется обратно и поэтому я собираю волю в кулак и продолжаю бороться бывают взлеты бывают падения да я не говорю о том что там у меня их не было и так далее да ним они есть и не у всех людей есть мы не идеальные люди но если такое произошло то не нужно себя казнить до нужно быть к себе требовательный и требовать больше чем других людей но при этом себя прощать уметь себя прощать и идти дальше идти дальше вот ты упал грязь отряхнись мойся смой себя это все и иди дальше вот с таким настроем я продолжаю свое похудение девчонки искренне надеюсь что вот моё видео кому-то кому-то помогает тоже в борьбе с похудением либо ну вообще знаете даже по жизни как с подругой поговорить да что я надеюсь что это кому-то тоже будет интересно полезно интересно и без какой-то фальши я буду выкладывать свою историю похудения и дальше не не таить пытаясь быть полностью откровенной тех или иных ситуациях в общем сейчас я попью чай с этой шоколадкой и не буду себя за это корить а продолжу дальше продолжу дальше свой путь к стройному телу к телу моей мечты когда когда-то я была в этом весе я была в весе очень большом и мне есть что вспомнить и есть что ощутить вот это вот состояние может быть даже вам какие-нибудь фотографии покажу если будет это интересно когда я была в весе 52 килограмма вот и кстати нужно жить здесь и сейчас они помнить вот то состояние когда-то я там была такой то и у меня если бы я была такой то то у меня была бы и работать там и вот не знаю там учеба пошла бы на учебу и там не знаю на танцы и не знаю прыгнула бы с парашюта и на велосипеде и пошла бы не знаю с молодым человеком познакомилась и я не себе говорю а вообще в общем говорю да что вот эти вот границы бы не надо их ставить мы есть здесь и сейчас и в таком весе в таком теле тоже нужно стремиться к лучшему и ухаживать одеваться да не нужно думать что вот если полный то и одежда там какая-то бабушачья подошла и хорошо на этом в общем девчонки вот что я хотела вам сказать вот как-то нашло на меня поймала себя на этом мысли думаю надо с вами поделиться наверное продолжу дальше вставлять какие-то кусочки из своих таких похудейских дней приятного просмотра и надеюсь что все таки это кому-то тоже поможет в общем то все с меня хватит это долго не может продолжаться надо брать себя уже в руки в общем сейчас я взвесилась 102 килограмма уже за сотню это ужасно поэтому вхожу в свой режим стакан воды завтрак и по-прежнему свой подсчет калорий по своему методу похудения которые себе выбирала в общем пора уже бороться снова дальше дальше продолжать и прекращать только желать и разговаривать об этом продействовать завтрак мой в общем это лепешка тортилья 2 яйца сыр помидорки с луком и одна чайная ложка сметаны и цикорий с молоком смотрите как красиво мы с индюшей вышли гулять папа красота да погода сегодня вообще супер тепло хорошо мы с ним что съездили на прием думаю чудом это сидеть надо и полезно для здоровья и свежий воздух и для веса хорошо вот что-то бежала в горку прям запыхалась даже я прям вообще любой с нашим парком очень красиво солнечно так чё хотела я вам рассказать в общем-то ездили мы тут выходные может сделал сюрприз брат приходил и они в общем выходные собирались пойти на поехать на конный двор в деревню покровская на лошадях покататься у меня есть давняя мечта научиться верхом есть голубом пустить лошадь и волосы развивать знаете вообще так классно ну мечта моя сбылась еще лет так 14 назад тоже муж возил меня в деревню еще таки молодыми молодые юные юные были и вот ездили на лошадях катались и вот спустя столько лет мы поехали снова вот в эти выходные которые были деревню и в общем у нас был была оконная прогулка полтора часа девчонки это ну просто незабываемо вот надо ценить каждый момент на самом деле прожитой жизни и ценить то что происходит с тобой да и вы знаете поле лес осенний вот такая красота листва далеко от города ну относительно до дар далеко тем не менее и вот и верхом на лошади по полю по осеннему лесу это так здорово вообще и ощущение и свежий воздух вот этот вот деревенский до в лесу и свежая павшая листва и ты просто вдыхаешь воздух и надышаться им не можешь это было здорово непередаваемые такие зайти ощущения и чувства и очень хочется конечно туда еще съездить вернуться взять уроки верховой езды и на самом деле вы знаете чувство такого свободы поле лес ты на лошади на коне но лошади у меня лошадь была молодая три года всего кличка саманта здесь у нас парке тоже памятник есть в общем то кто не пробовал вот такой такой вид ну развлечения да это можно сказать то девчонки обязательно попробуйте незабываемые впечатления для вас ваших детей для любимого почему бы нет когда вдвоем романтическая поездка да вот мы ездили с дочерью муж нас ждал в машине он больше любит на мотоциклах я тоже люблю очень мотоциклы вот ну в общем то сделал такой сюрприз а еще девчонки после того как вы приехали домой очень надышалась свежим воздухом я уснула вперед мамаша уснула вперед спала очень крепко всю ночь до самого утра и утро вообще еле встала от такого количества свежего воздуха до красота на улице вообще а еще вчера тоже произошел такой инцидент такая небольшая так скажем неприятность мы с ней справились приехали к родителям в общем все нормально поехали домой обратно и колесо спущено я смотрю там не обрякает все все я с детьми на улице уже очень темно потому что мы под задержались все выхожу точно думаю ну все наверно колесо проткнула потом смотрю давай что нужно накачивать у меня с собой есть компрессор то вот и кто-то свернул колпачок колеса и вот но ни разу никто не пакостил сколько мы живем в доме в общем не знаю или это возле мамы кто-то свернул они потому что тоже в частном секторе живут вот как и мы и либо это у нас но когда мы поехали к маме то все нормально было колеса в полном порядке были я всегда проверяю прежде чем садиться за руль вот но ничего в общем я накачала по-быстрому мы заехали в монетку потому что я не знала как то ли проткнула то ли нет что в шинку пришлось бы ехать в итоге просто свернули нажали на вот эту вот по-женски скажу пипочку вот ну потом позвонила мужа спросила как вообще действовать попробуй туда-сюда может что-то отошло или что в общем я понажимала вот на эту пипочку и все перестал воздух идти все нормально вечером уже папа приехал и колбачок не надел на колесо в общем вот все вместе мы справились с этим а еще сегодня вот поехали кататься на колясочке погулять и у нас колеса спустили на коляске ну вот тоже накачали с индюши и поехали вот собственно такой вот монумент 1773 году основан режисс койчугуноплавильный и железоделательный завод который положил начало поселку режисс кой завод то есть тут даже старый вот город на в монументе указан и и вообще вот у нас по городу много вот таких вот мест исторических я очень рада что это все сохраняется сейчас подойдем все вот к тому памятнику да посмотрим что это все развивается нас в городе город потому что старый достаточно вот там можно подойти почитать тут тоже так что это у нас металлургический ковш для разлива металла середина двадцатого века таким образом это все выглядело здесь вот площадка у нас есть детская для детей можно погулять и с малышами и постарше савва яковлевич яков собаков ой собаки имя крупнейшего заводчика и талантливого предпринимателя навсегда связанная с историей нашего года города так тут у нас копия листового железа режисского железоделательного завода середина девятнадцатого века вверхиседский завод ну что ж мы пришли с надюшенькой домой в общем то вот закусили да надюша думала спать ляжет нет пока до дома шли уже пили гала так глазки закрывались я ее развлекала перед самым домом лишь бы до дома добежать в общем и все сон у нас сбился сейчас сидим играем я тоже поставила чай не хочу перекусить я взяла буду пить зеленый чай жасмином вот такой протеиновый батончик хочу съесть два горецких орехов и апельсин сейчас чайник скипит попью чай пока апельсины с грецким орехом наверно съем а это к чаю вкусняшки